Идёт, идёт. Такая классика, боже. Как по часам, как по часам. Майнив, ну с вами. Всем привет, сегодня с Реакцией в Лололошку. И, конечно же, последняя реальность. Майнкрафт, 53-54 выпуск. Погнали смотреть, тут интересно. Поехали. Поговорить с уборщиками, поговорить с Ричардом, поговорить с Саймоном Солусом. Что ж, как по мне, это единственные, хоть и не самые крутые, варианты, которые ещё хоть как-то могут привести нас к познанию о побеге с этого острова. А ещё у нас некий шифр GDH, зашитый в некоторых автоматонов. Что бы это ни значило, надо разбираться. А вообще, всем привет, дорогие и друзьям. Я Лололошка. Привет. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали. И снова всем привет, дорогие и друзья. Я Лололошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы сделали много. Да-да, предыдущая серия действительно богата на события. И попытка поговорить с мироходцем, и управление Диланом, и зачищение данных в подвале. Была даже защитная реакция Джены на информацию про автоматонов. И самое главное, паттерн. Паттерн GDH. Тот самый, который, оказывается, не зашит в каждого автоматона, а лишь в некоторых. Например, прямо сейчас мы точно знаем, он есть у Джены и у Дилана. За что паттерн отвечает конкретно, непонятно. Но, например, Дилан не у... По-разному, по-разному, как минимум, разные паттерны, по-разному, что делают, работают. Входит в перезагрузку, когда мы говорим об автоматонах. То есть, его это не смущает, не перегружает, не перезагружает. Так что, казалось бы, то же самое должно было быть и у Джены, но нет. Мы ей сказали, и она тут же... Ааа, я спать, пока-пока. У неё паттерн отвечает за что-то другое. И за что именно, придётся выяснить. А также придётся найти других автоматонов с этим GDH. Так, ладно, всё, не могу больше молчать. У меня слишком хорошие новости. Внимание, внимание. Интересно, почему паттерн есть тогда у Джены? Какая причина этого? Я зарядил электрогрелку Мишутка. О, да. Теперь могу греться и греться. Это все хорошие новости. Ну, а если серьёзно, то... Привет, Дилан. Доброе утро. Да-да, доброе. Слушай, нам нужно каким-то образом выяснить, как уйти с этого острова. Раз я ничего не нашёл в их базе данных, то придётся это с кем-то обсуждать, Ло. С Ричардом или Солусом, если конкретнее. Оба варианта — это полный отстой. Солус любит говорить загадками, а Ричард, он... Да, он просто может ничего не знать. Всё же он не сотрудник. Даже не знаю, как с этим работать. Я, если что, написал Шерон. Может быть, она сможет что-то придумать. Ну, и я тоже попытаюсь найти другие варианты. Давай, всё. Я занят. Опа. Погоди, так ты... Ты ж буквально только что сказал то, что я озвучивал в начале. Поговорить с Ричардом или Солусом. Так да, да, это шикарный вариант. Нам... Ну, такой себе вариант. Ричард, ты так, что слишком много уже знает о вас. А Солус, ну, реально... Надо просто найти, ну, например, Солуса, кстати. Спорный. Там, не знаю, написать. Нет, не могу. Ничего-ничего, ещё разберёмся обязательно. Чет, привет. О, привет, Ло. Прикинь, а я, кажется, себе работу нашёл. Мне сказали, что у меня будет свободный график. И что самое главное, я подхожу. Эээ, да уж. Ну, в общем, по телефону всё звучало так. А. Идеально. Ну, по телефону всегда идеально, а потом... Надеюсь, личная встреча пройдёт тоже идеально. Личная встреча, или это будет чепуха. Расскажу подробнее, если всё пройдёт успешно. А пока надо готовиться. Удачи, Чет. О, как ты долго искал работу. Красава. Так, Карл. Пишет чё-то. Привет. Ой, да, привет, Ло. Ой, кстати, а у вас же скоро должна будет увеличиться учебная нагрузка, да? Да? Ты, это, ты знал? Ника тебя предупреждала? Да. Ээээ... Глаз. Нет. Об этом меня не предупреждали. Ты звучишь за мной. Ну, может быть, она сделает это сегодня. Или завтра. Эх, ты в любом случае самое главное теперь знаешь. Давай, готовься. Что? Чего? У вас скоро должна будет увеличиться учебная нагрузка. Не-не-не-не-не-не-не. Стоп, стоп, стоп. Это бред какой-то. Такое ощущение, что это... Это специально, чтобы меньше свой нос свал куда-нибудь надо. Специально сделано, чтобы я еще больше не лез по все эти автоматонские дела. Так, здесь у нас на всякий случай проверим. Ничего. Супер обязательно поднимаемся на чердак. Не забываем... До сих пор там подарок Дилану лежит. Прокачиваться. Да, я понимаю то, что у меня уже ремесло 55 уровня. Но, если мы докачаемся до 60-го, до 65-го, то... Угу, спасибо. То в будущем мы сможем создавать буквально все. Например, вот этот Назеритовый нож, который мне подарили, до сих пор нельзя создать. Минимальный уровень ремесла 65. Так, а еще я собирался спуститься к Кларку. Я буду спустять Назеритовая броня какая-то. О, и, наверное, купить тренажерный зал. А, Кларка еще нет, сколько времени? 7.43, понял. Так, а у меня акции сколько? 99 стоимость. М-м-м-м-м. Мало, мало. Время у нас, кстати, уже 7.59. Сейчас будет 8.00. И проверяем. Ну-ка. А, идет, идет. Ха-ха-ха. Такая классика, боже. Как по часам, как по часам. Привет. Да, привет, Ло. Эхм. М-м. Дейлон? Вы как, вы готовы идти? Ох. Слушай, а если я скажу нет? Что-то изменится? Хе-хе-хе. Нет. Ничего не изменится. Хе-хе-хе. Зачем спрашивать? Сейчас, сейчас. Хм. Не победить тебе в этой борьбе. Не победить тебе в этой битве, Дилан. Можно только заболеть. Без шансов. Тогда Карл, может быть, еще и отстанет. Так, погоди, а где Чет? Э? А где Чет? А, он пораньше ушел. У него там важная встреча по работе. Да. Пойдем. А, да-да-да, у него же собеседование. Точно. Совершенно вылетело из головы. Так, тут у меня что-нибудь лежит. Ничего важного. Здесь тоже. А что я так много кирок? А, он забыл сдать вроде бы. Туда мы не зайдем. Ну окей, тогда только учеба. Оплатить университет. Далага. Ну дело кирок. Да, если тряп. Большое спасибо, водитель. О, Джена, привет. Это та, приветики. Эй, эй, Ло, 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 Лошка, рада тебя видеть. Ой, что-то я... Мне сегодня Дилан написал. Он тебе говорил об этом? Да, он писал, это правда. Говорил. О, супер, это хорошо. Слушай, я знаю, что Дилану не нравится идея обращаться к Солусу, но ты все-таки подумай об этом. Ты же сам говорил, что он постоянно дает тебе подсказки. А это значит, что он явно хочет, чтобы ты что-то узнал. И мы точно знаем, что он тебя не сдаст. Это ведь именно Солус дал тебе наводку на подвал, помнишь? Ты должен ему написать. Может быть, он и не скажет тебе прямо, но мы наверняка снова получим какую-то подсказку. Ну да, он так, типа... Ой, ой, блин, как тебе сказать? Загадку дает? Писать, чтобы... Если что, не он виноват был. Наверное. Все лучше, чем ничего. Даже не прямую сказать. А сейчас я пойду на пары. А так, случайно, проговорить какой-то нюансик. Давай, удачи. Слушай, погоди, погоди. Шерон, 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 стоп. Так, быстро, телефон. Отношения. Шерон, где? 54. Мне многие писали в комментариях, то, что заметно, как Шерон относится ко мне не так, как надо, как мне бы хотелось, потому что у меня не доверие. А чтобы прокачать это самое доверие, мне нужно дарить ей книги. Раньше у нее было доверие к нему, да? То есть, типа... А, нужно надо отвечать. Эй, Шерон, погоди! Мне дали сюжет, очень важно! Супер, мега, обязательно. Даже не знаю, как благодарить тебя за это. Ну, хотя бы в мою сторону посмотреть, когда благодаришь. Так, теперь отношения, Шерон. Во, 57%. Нормально, еще не подарок. То есть, еще одна книга, и будет шикарно. Да, я сделаю все по канону. Я сделаю так, как надо, чтобы хорошая концовка. А, вообще, кстати, солус. Так, надо написать. Здравствуйте, а можем встретиться и поговорить? Сразу он, конечно... О, печетает, да ладно. Лолошка? Неужели у тебя снова возникли ко мне какие-то вопросы? Нет ли у тебя ощущения, что ты без меня совершенно беспомощен? Хм, ну ладно, так уж и быть. Я подойду к университету. Вот жук неприятный, капец, ну что поделать? Да, звучит, честно говоря. Я даже не знаю, он меня оскорбил или все-таки реально помочь решил? И оскорбить не помочь. Ты совершенно беспомощен без меня. Блин, а ведь если так подумать, солус действительно многое делает для меня. Так, здравствуйте. О чем беседуете? Ой, блин, как же я голоден. А, опять? Ты вообще думаешь о чем-то, кроме еды? Ну, да, конечно. Когда я сыт? Важно, важно, понял. Это жизнь, жизнь. Что у тебя? Ты, блин, у меня сегодня 5 пар. О, блин. Такое должно быть незаконно. Я согласен. Это сумасшедший. 5 пар, это безумие. Подожди, 5 пар, это сколько? 5 пар, блин, кстати, 5 пар, это много. Помянем, дружище, помянем. Поговорим? Был такой на первом курсе 5 пар. Безумие какое-то. О, привет. А я сегодня приготовила себе вафли. Чуть не опоздала. Но это стоило того. Дала бы вафельку за диалог. Ну, хочет, блин. Че? Подруга сказала встретить ее здесь. А теперь она опаздывает. Живет в трех минутах ходьбы. Ай, надоело. Ладно, все, хватит болтать. Кабинет номер 207. Всем привет. Ученик Ло-ложка на связи. 53 параграф. Химический состав минералов. По-моему, такое уже было, кстати. Так, с кем-нибудь поболтать? Не поболтать? Ричард, вот почему я с тобой не могу поговорить? Все? Типа у меня с тобой арка закончилась? Она сломана? Ладно, в любом случае, учиться. Мне кажется, Симон Силбер, это на свитерном, что бы поменялось бы. У меня такое ощущение. Стоп. А куда все уходят? Ника, ты должна мне сказать о том, что у нас скоро будет много учебы. Мне Карл передал. Ника. Ой. Э, куда? Ой-ой-ой. Худи боже, сейчас что-то будет. Вот и он. Ло-ло-ложка собственной персоной. Давненько не виделись. Так, и чем же мы обязаны этому визиту? Ричард, Ричард. Ха-ха-ха. Боюсь, я здесь не для тебя. Хм? Да не. Да неужели? Ха-ха-ха. Вот именно. Мы тебя оставим, Ричард. Уверен, у тебя есть занятие получше. Ну да. Есть. Давай, Ло-ложка. За мной. А у вас, смотрю, какая-то прям негласная вражда между друг другом. Так, ладно, и куда мы? Ну что ж, давай. Ну что ж, позволяю там говорить всякого про Ричарда. И, конечно, Ричард его недолюбивает. Ло-ложка. С чем на этот раз тебе понадобилась помощь? Так. Почему ты так и не уехал отсюда? Тебя же уволили. Как выбраться с этого острова? Ха-ха-ха. На лодке, конечно. Ну, или вплавь. Как тебе будет удобнее? Сегодня я не хочу отвечать на этот вопрос, Ло-ложка. Попробую выяснить сам. Ну, раз уж мы встретились, давай я тебе кое-что покажу. Уверен, тебе это понравится. Опять загадочки, загадочки. Если ты, конечно, все поймешь. Подожди, а почему не хочешь отвечать? В чем проблема? Какой загадочный загадочный? Что это? Куда мы пришли? О, боже, куда мы пришли? Та-да. Не домой. Знакомься. Этот дом когда-то построил один очень важный для меня человек. Ха-ха-ха. Он был для меня как отец. Хотя я намного старше, чем он. Намного старше? Ну да. Он всегда говорил, что лучше прятаться на виду. Поэтому и построил себе уютный домик в самом центре острова. А я? А я просто помог. Пойдем. Эх. Пока не пожар. Жаль, конечно, что он тут больше не отвечает. Ни за что. Но он оставил мне некоторые инструкции. Как раз на тот случай, если он потеряет власть. Ммм. Как тебе интерьер? Я скучаю по тем временам, когда мы с тобой сидели здесь и обсуждали дизайн. Тогда остров еще не был запущен. Я скучаю по тем временам, когда мы с тобой сидели здесь. GDH? Это GDH, походу. Он, наверное... Мне кажется, да. Тогда все было по-другому. Что? Что? Подожди, чего? Когда мы с тобой сидели тут и обсуждали дизайн? Ты про GDH говоришь? Продолжай. Ммм. Я пытаюсь, я пытаюсь. Нет, я не узнаю эти места. Это просто дом. Это незнакомый мне дом. Но он отчетливо сказал вот эту фразу. Я скучаю по тем временам, когда мы с тобой сидели тут и обсуждали дизайн. А интересно, а вот этот вот человек, о котором он говорит, то что вот типа... Мы с тобой. Это тот же самый, кто построил этот дом. Он всегда говорил, что лучше прятаться на виду. Он был для меня как отец. Как? Это интересно, черт возьми? Ну, мы будем младше сидеть, но, конечно, младше будет. Картина, коробка. Так, что это? Тумбочка пусто. Здесь он... Опа. А вот это уже интересненько. Отмычки у меня есть. Но давай на всякий случай пока что вот здесь посмотрим. На втором этаже библиотека. Ого. Ванная комната. О. Погоди. Это не одежда соуса, да? Нет, это не одежда соуса. Ноутбук. Халатик просто. Блин, не открывается. Ну, явно же что-то можно еще найти, помимо того замочка. Все, что не пытаюсь открыть, пусто. Давай-ка все-таки действительно попробуем сюда зайти. Ой, тут целый компьютер. Причем включенный. Ладненько. Отмычкаем. Попробую взломать. Ой, всего три. Let's go. Тихо. Вот это да. Никогда не замечал эту дверь. Впрочем, обычно мы сидели в гостиной. Эх, были же времена. Ну-ка, ну-ка, давай-ка посмотрим. Подожди, ты рофлишь? Ты реально ее не замечаешь? О, боже. Так вот где он хранил результаты своих трудов. Ха. Эти придурки в халатах перерыли все, что могли. Но про это место они так и не узнают. Они слепые, они дверь не видят. Такие. Дверь. Ну ладно, не будем ее открывать. Так уж и будете. Типа. Серьезно? Им бы и в голову не пришло ходить среди их созданий. А, то есть они же именно в плане, они дом не нашли. Не по городу. Ха-ха-ха. Хочешь спрятать, как говорится, прячь на видном месте. Да. Так. Знаешь, что-то я устал. Пойду лучше посплю. Что? Подожди. Ты не мог сказать эту фразу? Что-то я устал, лучше пойду посплю. Это же буквально та фраза, которую произносил Чет и Джена. Блин, знаете, вот соус это... Соус автоматон? Просто знающий больше? Может быть, соус... Что? А вы противоречиваете. Что? Саймон Солус! А-а-а! А-а-а! Ни хрена себе, что? То есть сам Саймон Солус тоже автоматон? Что? А-а-а, боже, у меня сейчас мир перевернулся. Саймон Солус это автоматон! И Дилан. А-а-а, нет, ребята, я сейчас даже... Ну, Дилан, понятное дело, вон, типа, чертежи Дилана были. Я-я-я просто от монитора, а... Фу ты, боже, у меня температура... Поэтому он никогда не замечал эту дверь. Потому что все воспоминания сразу стирались об этом месте. Джена, там Дилан и Саймон Солус. Понял, а-а-а! Охренеть! Я-о-о! Чего я точно не ожидал? Это того, что Саймон Солус может быть автоматоном. Вот почему он произнес эту фразу. Что-то я устал, лучше пойду посплю. А-а-а! И ты посмотри, кто тут еще написан. Дилан, Саймон Солус и Джена! Вот почему в них находится паттерн GDH. Да, это квартира GDH. Все, все, смотрите. Мы примерно на 95% уверены, что это квартира GDH. Именно здесь он проводил свои опыты. И получается, именно здесь он зашивал свой паттерн. В Дилана, в Саймона Солуса и в Джену. Других автоматонов не дано. Так, погоди, 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 погоди. Блин. О, ноутбук. Блин, я думал зайти можно. Давай внимательно посмотрим. Вдруг я что-то найду. Да, смотри, бородатый мужик Саймон Солус. У него линзы 25 миллиметров на 25 миллиметров. Это крепление к руке. Блин, я на всякий случай это посмотрю, потому что мало ли тут какая-то ультраважная информация. Саймон Солус ростом 186. У Дилана рост 178. А, ну у меня примерно такой же. То есть мы одинакового роста. Вот как устроено тело автоматона внутри. Пипец. Так клево. Глаз тоже 20... А, 26, не 25. Так, окей, а у Джены? У Джены какой рост? 181. Она даже чуть выше. Нога 97 сантиметров. Большая, девочка. Рука 27 с половиной. Чуть больше, чем у Дилана. И ты погляди, Джена счастливая. У других такого нет. То есть Джена всегда будет счастливой, и она является каким-то ключом. Саймон является сердцем, а Дилан является мозгом. Надо это запомнить. Здесь никакой информации мы не можем прочитать, потому что это буквально не считается. Зато теперь мы точно знаем, что Саймон Солус не человек. Окей, ну это интересно. Наверное, в этом частном поселке мне уже делать нечего? Погнали, привет. А он, Ричард думает, что он человек. И сам Саймон Солус, походу, думает, что он человек. Платить кампус Лаки Чармс. Да, цвет, да. Окей. Это что я... Да, благодарю. Так, получается, прямо сейчас мне нужно поговорить с Диланом. Надо это все рассказать. Но-но-но-но-но, перед этим, привет. Так, какой-то новый ассортимент. Постер, я кот. Эээ. Ха-ха-ха. Какая прикольная картинка. Слушай, захотелось, давай. А одну штучку, да-да-да-да, минус 799. Какие-то новые кофты, по-моему, появились. Но мне это явно не надо, спасибо. А вот постер я повешаю у себя дома. Хе-хе-хе. Постер я кот. Сильно. Так, ладно, Дилан, я уже бегу. Эй, привет. Хм. Че-то ты сегодня как-то поздновато. Че ты делал? Эээ, так, я, получается, ничего не делал? Не надо быть таким подозрительным. Я говорил с Саймоном Солусом. Ох. Блин. Так я и думал. Ну и он хотя бы что-то полезное сказал. Давай, рассказывай подробности. О-о-о, сейчас ты офигеешь, чувак. Там, короче, он робот. Там, короче, Джена, ключ, отмычка, мозг, сердце. Ты тоже, получается, там был, бла-бла-бла. Да ну нафиг. Неужели? Подожди. Думаешь, Солус намекал, что ты участвовал в создании этого острова? Нет, нет, нет. Я поверить не могу, что он тоже автоматон. Даже Ричард, судя по всему, считает, что Саймон это человек. Значит, у него защитный механизм сработал только тогда, когда он увидел чертежи. Верно? Это явно особенный автоматон. Именно самого себя чертежи. Какие-то кастомные настройки. А чьи еще чертежи были в той комнате? А, так, твой и Джены. А почему ты спрашиваешь? Да я даже толком не рассмотрел их, если честно. Ого, а прикинь, если бы я реально не посмотрел. Я бы это нажал. Ну, твой и Джены? Хм, ты же понимаешь? Если Солус отдельная модель, не учтенная в основной базе, вполне вероятно, что никто больше на этом острове не знает, что он не человек. А чертежи двух автоматонов, у которых есть странные гличи в коде, висят рядом с чертежом этого особенного. В комнате, которую при этом, по словам Саймона, построил ты. Есть у тебя какое-нибудь объяснение, а? Блин, ну как себе сказать? Я думаю, это не я построил, а человек, который выглядит как я. Как брат-близнец. В моем личном деле прикреплена фотография, на которой я, но в одежде, которой у меня никогда не было. А когда я был без сознания после аварии, я видел сон с ним. Я, честно говоря, все то, что говорю, не совсем понимаю, но я почти уверен, что создатель острова и я, это разные люди. Вот. Хм, человек, который один в один похож на тебя? Нет, чувак, ты что, реально прикалываешься? Твой уровень аргументов сейчас, это типа, на фотке я в другой одежде, и во сне я видел... Тут как бы много разных вещей происходит, делом с ним заметил. Вообще, довольно странный остров. Я не знаю, как ты... Эээ... На курсе по логике меня всегда учили, что статистически самый простой ответ чаще всего оказывается правильным. Но, блин, с тобой это еще ни разу не сработало. Блин, блин, блин. Мне нужно немного охладить систему. От всех этих мыслей у меня просто голова кругом. Ой, ло... Другой ты человек или нет? Система считает тебя тем самым. И твое альтер-эго явно оставило себе лазейки, чтобы отсюда выбраться. Вот почему система никогда не работала с тобой нормально. Ты до потери памяти или твой брат-близнец, это не важно. Создателю симуляции было известно, что ему грозит самому оказаться запертым здесь. Ммм, тогда понятно, почему Солус все время разговаривает с загадками. Даже у него стоит предохранитель, который не дает ему рассказать, как отсюда выбраться. Так, ладно, все, я занят. Окей. О, прям так? А что ты будешь делать? Да я, блин, перенапряг систему. Опять начинаю перегреваться. Проследи, чтобы никто не зашел, пожалуйста. Мне понадобится минут 10, чтобы разгрузить процессы. Может, мы сейчас закрыли бы дверь? Вот так. Я крутой. Будь моя воля, я бы замок сюда повесил, честно говоря. Сюда. Господи. Теперь у нас всегда будет ждать эта шикарная фоточка. О, боже. Вот так, заходим. Красота-то какая. О, Карл! Карл, нельзя, нельзя, Карл! Да ладно. Ты чего кричишь и стоишь-то здесь? Тебя Дилан, что ли, прогнал? Он так делал со своим старым соседом. Прости, я сейчас поговорю с ним. Время. О! Я вышел, потому что хотел побыть один. Я... Я грущу из-за Брэндона. Ааа, вот она что. Ну, что, пожалуйста, ловьте прицепы. Спасибо, что поделился этим со мной, Ло. Мы все грустим. Нам... Нам всем очень тяжело, но... Эээ... Я знаю, может показаться ужасным, но нужно жить дальше, Лолошка. Ой... Разве же Брэндон хотел бы, чтобы ты избегал из своей комнаты? Чтобы ты торчал здесь один? И еще и грустил. Нет, нет, конечно. Конечно, иди обязательно сосредоточься на учебе. Я не буду вас деланным сегодня больше беспокоить. Давай, занимайся. Ну ладно, ладно, прокатило, прокатило. Обалдеть. Я... Я... Самое главное, я даже не знаю, как будто любой вариант все равно привел бы к тому, что он ушел. Ну я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Так, все? Закончил? Ох, чувак, это ты сейчас с Карлом болтал, да? Да, это он. Ох, блин. Хорошо, что ты его отвлек. Тебе бы это, кстати, Шерон поговорить. Как думаешь, как она на это отреагирует? Ей не понравится, что это ты тут все создал. Ей же так хочется спасти всех мироходцев. Там код в тебя идет. Лежа. Ну ладно. Прочувствовала. Прочувствовала. О, ложка. Я видела сегодня Солуса. Ты же в итоге встретился с ним? Расскажешь обо всем завтра? Просто... А, завтра. Я сегодня занята в издательстве. Да, расскажу. Когда ты так коротко отвечаешь, сразу понятно, что разговор будет длинный. Во мне даже любопытство просыпается. Ну ладно, до завтра потерпит. Ох, Шерон, ты охренеешь. Итак, дамы и господа, с вами Джидеевич, и мы продолжаем играть в последнюю реальность. Самое главное, что у меня в фотографии в личном деле оранжевый шарфик, а я ношу постоянно берегу... Что там происходит? Привет, меня зовут Энди, я ваш новый сосед. Какого... Ладно. Привет, я Карл. А это Дилан. А это Лолошка. Здорово. Приятно познакомиться. Привет, Энди. Мне не очень. Э, Эй, Дилан, будь повежливее. Ммм, на, ну, да-да-да-да-да-да. Хм, мая. Там свободная комната. Всё, пока. Ха-ха-ха. Подожди, реально? Ха-ха-ха. Вот и пообщались. Энди, серьёзно? Вся комната только моя? Вот это кайфушка. Могу делать, что хочу. Так, а тебе нужна помощь с раскладыванием вещей? Да ты чё, парень, не, не парься. Я сам всё сделаю намного быстрее. Я даже не понимаю, чё никто не занял эту комнату? Она ж свободная. Ха-ха-ха. Вам чё, нравится парами жить, да? А, ладно, я не жалуюсь. Мне же лучше. Эх. Эта комната связана с не самыми крутыми воспоминаниями. Я понимаю, что он совсем не в курсе происходящего. Но меня всё равно это злит. Мне не нравится мысль, что он там сейчас свои вещи раскладывает, раскидывает. Да ладно, а что теперь? Там вообще никому не жить? Не, ну тут все правильно, даже не дом Брэндона. Это просто комната, которую он временно снимал. Ой, ты... Ну, общежитие же. Брэндон... Да. Да, ну что ж. Оу. Оу. О, кока-колка, нормально. Как, как быстро? Фанта-то. Как знал, кстати, то, что рано или поздно вся эта комната будет забита. Оу, у тебя гантели? Здрасте. Не поговорим. Обокрасть. Ну ладно, прям в начале сходу я этого делать не могу. Е-мать, ты серьёзно? Когда ты успел? Секунда прошла буквально. Когда ты успел намусорить? Так. Сода. Радио. Понятно. Так вот, опять же, я примерно понимал, что та пустая комната, она не будет оставаться вечно пустой. Рано или поздно кто-то её займёт. Потому что в общежитии, знаете, вот эти вот места, они расхватываются, как горячие пирожки. Странно, что к нам не заселили кого-то раньше. Так, ещё раз. Здравствуйте. Ещё одно место есть. Проверим здесь. Постамат получения ничего, сдачи ничего. Время у нас 19.05. И, раз уж у нас сейчас такое время, давай проверим, могу ли я какое-то задание выполнить, а рука от молота не устала, принести 6 молотов. Ооо, 1000 СТ дают, хорошо. Так понимаю, то, что мне нужен вот этот молот. Делается из любой дощечки и железа. Дощечки получаем. С железом объединяем и молоточки забираем. Всё, 6 штук. Легчайшая получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Энди всё ещё собирает. Хм? Чё, чё сказал? А, ладно, неважно. Слушай, чувак, вас тут кайфово. Мне нравится. Только не мешай мне, ага? Я тут, это, важным делом занят. Хе-хе. Я, собираюсь я. Да-да, заметно. Важным делом занят. Так, по итогу... О, Чет вернулся. Привет. По-любому вы не взяли на работу. Чекайте. Ставлю ставку, что вы не взяли на работу. Считал его код внутренний. А ты? Блин, пропустил я заселение соседа? По отзывам Карла, не очень-то приятный тип. Ну, ладно, это и не важно. Я получил работу, представляешь? О, ладно, я не ожидал, окей. Даже график свой менять не придётся. Могу работать со всей документацией удалённо. Главное, сделать работу вовремя. О, наконец-то можно расслабиться. У меня появился стабильный заработок. Часть зарплаты я буду отсылать семье в любом случае. Но теперь всё равно станет намного легче. Ох, как же хорошо, что всё хорошо. Поздравляю, Чет. О, что? У вас тоже эта картина? Ха-ха-ха-ха! Ещё один год. Карл, здорово. Ай, этот Энди, ты видел, да? Он уже развёл жуткий бардак. Ещё и всю комнату занял. Сказал, что если живёт один, то о месте для соседа можно не беспокоиться. Почему его вообще сейчас заселили? Ну, чё, опять же, может быть, место кому-то надо было. Вот он ждал, 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 ждал. Я думаю, то, что по истории ещё узнаем. Дилан? Ну, чё, видал, да, нового соседа? Не надоело им поселять к нам новых людей, а? Сколько можно, а? Почему нельзя было заселить кого-то сихого? Потому что нужно... И чисто плотного. А, ну, чисто плотного, да, возможно. Главное неплохо. Как же доскалительные соседи. Ну, слушай, с Четом ты вроде как подружился. Окей? Окей. Ну, Чет, адыковатый. С Карлом ты давно был знаком. С Брэндоном... Ну, с Брэндоном, ладно, опустим этот момент. А Энди... Ну, может быть, он не такой плохой. Ой, куда он делся? Энди? Энди? Ушёл. Вот тебе на. Что ж, официально заявляю. Я, Джидей Челошка, попрошу вас поставить лайк и... А мы не заканчиваем, ребята, а продолжаем смотреть. Сорок... Ой, пятьдесят четвёртую серию. Мы, пятьдесят четвёртую серию уже, кошмар. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнешоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Продолжаем. Обалдеть. Саймон Солус, автоматон. Вот это поворачиво. Ну да, этого я не ожидал, честно. Сам себе не верю, когда говорю об этом. А если подробнее, то, ребят, запоминаем. Дилан мозг, Саймон сердце, Джена ключ. Сейчас объясню. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лоу Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. А ещё у нас сосед новый. Поехали. И снова всем привет, дорогие друзья. Я Лоу Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы побывали у себя дома. И нет, я не про общежитие. Далеко не про общежитие. Я действительно имею ввиду прямо у себя и прямо дома. Всё это звучит далеко не странно, если помнить одно. Я изначально не из этой вселенной. На месте меня должен быть он. Дж. Ди. Эйч. Но оказывается, Дж. Ди. Эйч у нас не просто мироходец. Не просто умная и прошаренная версия меня. Он ещё и один из создателей этого острова. Огромного проекта автоматонов. Вот только прикладывал ли он к созданию этого места своё личное желание. Такое ощущение, что нет. Или хотя бы наполовину нет. Потому что иначе зачем он зашил секретный программный паттерн Дж. Ди. Эйч. Или зачем он сбежал из этой вселенной. Зачем поменялся со мной местами. Ну и, кстати, не менее важное. Как мне могут помочь эти трое? Саймон Солус Сердца, Дилан Моск и Джена Ключ. Эти значения выдумал не я. Мы их буквально прочитали в предыдущей серии на доске в рабочей комнате того же Дж. Ди. Эйча. Чёрт возьми. Сюжет этого сезона уже кучу раз заставил меня встрепенуться от того, насколько важно здесь всё. Всё, что происходит. Каждая деталька. Каждая мелочь. И раз уж это так, давайте будем держать в голове. Эти трое важная часть к чему-то большему. А если это опять же так, надо повышать с ними отношения. Верно, Абилка? Проверяем сразу. Джена, 76%? Хорошо, слушай. Далее, Дилан, получается, Моск, 67%. А также многие в комментариях советуют поднять отношения с Шерон. Сейчас у меня равнодушие, 57%, но как только я подарю эту книгу, будет доверие. Наконец-то. Короче, супер важное. В предыдущей серии у меня появился сосед. У нас появился сосед по имени Энди. Господи. Чего, у тебя мухи тут летают, не? Тебе пофигу? Ну ладно, доброе утро. Здорово, сосед. Блин, Сарен, забыл, как тебя зовут. Ну да, конечно, конечно. Зато я запомнил, как тебя зовут. Конечно, Паша пишет слева. Лол. Какое сложное имя, чувак. Да-да, давай. Постараюсь запомнить. Будем знакомы. Будем знакомы. Что ж, я большие надежды на этого Энди не возлагаю. Я так понимаю, то, что он никому из соседей-то и не понравился? Давай даже спросим. Эй, Карл, привет. Ой, да, доброе. Энди уже успел разбросать мусор по гостиной. Мне пришлось за ним убирать, представляешь? Я на самом деле привык, что все прибираются за собой сами, но если так будет продолжаться, придется составить расписание уборок. Потому что Энди... Энди... Он, видимо, так просто ничего делать не собирается. Ой, новые соседи. Ну да, Энди самый пока неудачный. Но я, если что, не мусорю, да? У меня все по карманам. Мне мусор в карманах. Да, привет, Ло. Заметил, Карл чересчур предвзят к Энди. Я думаю, ему не нравится, что кто-то вселился в комнату Брэндона. Но он имеет на это право. Хотя Энди показался мне неплохим, что ли. Немного помешанным на футболе. Это да, но все-таки неплохим. Ладно, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Но, кстати, вот что я заметил. Отношения не появились. То есть с Чедом нет и с Энди тоже нет. Ладненько, позиркаем, что будет дальше. Я тоже не понимаю, почему их нет. Как не могли бы они завести в заблуждение, даже если герои не сюжетные, но все же. Так, Дилан. Да, да, привет. То есть, получается, все герои остальные сюжетные, возможно. Если что, я нашел еще одного мироходца для вас, Шерон. Но я бы точно так же на многое не рассчитывал. Он все еще счастливый, как и все остальные. Не думаю, что вы его убедите. Но свое мнение на этот счет я уже высказывал. Николас Вейн сегодня на весь день едет в Ривервиль на рыбалку. Если что, все, Шерон, я уже написал, не переживай. Иди. Это что, последний наш шанс как-то убедить мироходца? Николас Вейн. Ривервиль. Боже, как давно мы не были в Ривервиле. На всякий случай хотел проверить голубые автоматы, но теперь понял то, что это бессмысленно. Давай лучше проверим задание. Все для стекла нет. Баночка для тараканов. О, принести 5 баночек. Серьезно? Знаете, я живу в общежитии, и мне не нравятся мои соседки. Я бы хотела напугать их тараканами. Тараканы-то у меня есть, а вот баночки нет. Откуда тараканы у них? Мне нужна баночка, и желательно, чтобы в них можно было прям дофига тараканов засунуть. Не присылайте мне маленькие баночки. Они бесполезные. Какой кошелар. Сколько же у тебя там тараканов. Окей. А они тяжело крафтятся? Просто деньги платят немалые за баночки. Около 1000 ст. Так, это стекло и просто дерево. Без проблем. Я уже давно понял. Если где-то надо копать, я копаю. Само задание принимаем, и за него я получу 810 ст. Ой, так это один день. Ё-моё. Вообще один уровень чего-то дается? Просто не видно. Что? Ника печатает в чате факультета колонии. Наверное, то, что будет. А, ровно в 7.30. А, я-то думал, что это из-за задания. Тяжело учиться. Ну-ка. Всем привет, ученики. С сегодняшнего дня после пар вводится дополнительное занятие по работе над курсовыми проектами. Оно будет короче обычной пары. В 15.30 будем уже свободны, не волнуйтесь. А вот если бы вы сами заранее заботились своими курсовыми, то этого вообще бы не было. Короче, варианта отказаться у вас нет. Учёба теперь не до 14.30, а до 15.30. Ещё короче дни. Пипец. А вообще, напомню, у нас в 8 часов обычно Карл должен прийти. Так, Зилан, не поговорим. Карл, ты скоро должен прийти. 7.55. Также можно посмотреть пока задание. Железо в наших ножнах. О, всего 405 СТ. Принесите один точильный камень и железный меч. Ну, он делается легко довольно. Окей. Ой, Карл идёт. Ну-ка. Сейчас ради. 8.00. Прям ровно. Доброе утро. А вы что, уже выходить готовы? Нет. Мы остаёмся здесь. Ой, Дилан, Дилан. Вечно ты так. Пойдём. Ай. Ну, Карл в это хотя бы не поверил. Ну что, ребят, пойдём? Так, погоди, а Энди, новый сосед-то куда? Он что, не с нами? Освобождён от этого ритуала? Нет, Дилан. Он сказал, что и сам может доехать. А потом закрыл перед лицом Карла дверь. Вот. Чё? Подожди. Реально, всё это время это было так просто? Эй, Дилан! Оп, оп. Зачем ты так? Да ладно тебе, всё, шучу, я шучу, Карл. Господи. Пойдёмте уже. Ммм, непробиваемая автоматонская характеристика. Так, а время, время? Ещё не 9, да? Ларёк не открыт. 8,18. Блин, вот самое обидное, что я не могу сдавать задания утром. То есть я могу это сделать только в том случае, если не пойду на учёбу. А я уже не могу не посещать учёбу, от этого зависит очень много важного сюжета. Так, ладно, оплатить. Ммм, универ. Крепче за баранку держи, Шерон. Вечером работать, делать всё. Ага. Так, всем привет. О, Шерон? Наконец-то. Привет. Да, да, привет, Ло. Так. Дилан мне написал про новенького мироходца. Встретимся после пар и пойдём к нему, как обычно. Как раз, кстати, заодно расскажешь мне то, что ты хотел. Расскажешь мне то, что хотел? Подожди, а что я хотел рассказать, если честно, я уже и не помню? А, про трёх автоматонов. Саймона, Солуса, Дилана и Джену. Хорошо, Шерон, только у меня теперь пары до 15.30. Договорились. Или же мы можем пойти прямо сейчас. Не-не-не-не-не-не-не-не. В этот день лучше всё-таки сходить до 15.30. Правда? Подожди, серьёзно? Изменение расписания в середине семестра? Ммм. Ну ладно, хорошо, что ты мне заранее сказал. А то бы я тебя часу фонтана ждала. Ладно, давай, тогда. Я побежала. Нельзя опаздывать. Давай. Вот, кстати, действительно, об этом я не задумывался. 15.30, кошмар. Изменение расписания в середине семестра. Я это называю не палиться. Вообще не палиться. О, здрасте. Блин, забыл сегодня взять наличку. Мне не хватит оплатить проезд обратно. Что, мне, денег тебе дать, что ли? На. Вот. Возьми. Или что, мне, прям вот-вот. Возьми. Что, реально? Серьёзно? О, спасибо. Чувак, ты мой спаситель. Это мило. Вот, возьми. Это тебе. Конфетка. Приятно, приятно. Лёгкая закуска. Ну, давай съедим. Ещё раз спасибо. Благодарность за спасение. Так, с вами. Ну, прикольно, прикольно. Мне поговорить, тут никого, кстати, не сидит. Осень, заметили, да? На улице всё меньше и меньше людей, потому что постепенно холодает. Вот что я замечаю. Не, ну офигли. В холодную погодку и я бы не сидел на лавочке. Такс. Здравствуйте, студентка. Чё, фотографируете? Ай, прикинь. Побывала сегодня на крыше в гнезде. Вид, конечно, не самый красивый, но там так интересно бегать. Правда, всё такое ветхое. Мне жаль людей, которые там живут. В гнезде? Я не знаю, что такое гнездо. За весь сезон это вообще первое упоминание такой локации. Если это локация. Ну, давай не просто так они сказали. Заходил за братом в детский сад. Он слепил из пластилина цветочек. Ну, разве это не мило? Очень мило. Частенько забываю бегать по всему университету, потому что я уверен, на самом деле болтать можно много с кем. Вот, например, кстати, кто-то сидит. Привет, поговорим? Посмотрел сегодня новую серию любимого сериала. Такой серий-то конец, блин, вообще. Ну, как можно было превратить всё в мыло для домохозяек? Ну... Жиза. Жиза. Что? Как можно было превратить всё в мыло для домохозяек? Это отсылка на какой-то сериал? Если да, то я вообще не жарю. Если действительно был такой сериал, где всё превратилось в мыло для домохозяек, это странно. Так, ладно, всё, хватит болтать. Кабинет номер 207. Всем привет! Привет, Рен, студент, Ричард. Не поговорим, видимо. Ника? Привет. Прочитал сообщение в беседе? Ну, да, да. Дополнительное занятие и всё такое. Ну, вот и хорошо. А теперь проваливай. Я занята. Да, да, иди уже. Новых объявлений у меня нет. Грубиёнка. Так, грубо. Так, Ричард. Рен. Чё со мной никто не хочет болтать-то? Ё-моё. Ладно, учиться так учиться. Ух ты! 2500 опыта. Спасибо. Так, и во сколько занятие закончилось? Да, реально в 15.30. Это больно. Я думаю, то, что сюжет намекает на то, что нам придётся всё-таки думать, посещать занятия или не посещать. Наверное, придётся какие-то штуки прогуливать, да. Так, Шерон, 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 привет. Вот, привет. Надо будет балансировать. Да, привет, привет. Ну, что будем делать? Сначала пойдём к мироходцу или поговорим? Так, так, так. Поговорим, пойдём к мироходцу. Мы сейчас ей расскажем, наверное, сначала про автоматонов, про Саймона Солуса, то, что он тоже автоматон. И уже потом пойдём, поговорим. Поговорим? Что, неужели что-то серьёзное? Может быть, тогда пойдём ко мне? Это уже традиция. Обсуждать важные вопросы там. Пойдём. Можно было даже не отвечать, получается. Ну, давай, давай, рассказывай. Выглядишь как-то взволнованно. Риторический вопрос. Неужели у тебя какие-то плохие новости? Ладно, ладно, я не буду нервничать раньше времени. Чай будешь? Давай. Невкусный свой чай. Ага. С чаем любая история становится лучше. А чё невкусный? А я, наверное, сяду. Давай, рассказывай. Ну, чё там? Получается, вот он автоматон, Саймон Солус, там мозг, ключ, мозг, сердце, кукаряку, жопа. Я даже не знаю, что я ещё могу рассказать. Там так всё и было, всё так и было, да. А, ну и да, то, что вот квартира GDH, дом. Боже. Я, честно говоря, думала, что ничего более страшного, чем мы живём в симуляции, ты мне рассказать уже не сможешь. Но ты каждый раз превосходишь все мои ожидания. Я даже не знаю, что сказать. Я... Да я даже не знаю, с чего начать. То есть, Саймон Солус, это тоже робот. И есть вероятность, что эту симуляцию сделал ты. Ну, знаешь, зато я могу собой гордиться. Восприняла всё спокойнее, чем думала. Видимо, начиная привыкать к тому, что вокруг тебя всё всегда идёт через... Через... Ладно. Честно говоря, я надеюсь, что... Через то место, которое вспоминал Лошку. У тебя просто есть какой-то злой брат-близнец, и это сделал... Не ты. Вот. Но даже если это не так, Ло, я не буду тебя ни в чём обвинять. Честно. Ты ведь ничего не помнишь. Верно? Ты же будто совершенно другой человек. Я рада, что ты всё мне рассказал. Это, наверное, было нелегко. Учитывая то, что у нас есть длинная история, как я сбегаю от любых проблем. Начинаю думать, что бегство от проблем – это действительно не выход. Пока ты бежишь, их становится больше, и они становятся серьёзнее. Тут факт. Тут факт. И стоит тебе устать бежать, как они наваливаются на тебя не мелкими бытовыми проблемами, а симулированными реальностями, роботами и опасностями. Да, так хотя бы порционно всё получаешь. Как-то проще. Опа-па-па-па. Блин, что происходит? Спасибо тебе огромное, Ло-ложка. Просто за то, что ты такой. О, приспех, Широн. Ой-ой-ой. Книгу подари. Блин, нифига себе. Книгу подари. Он книгу подарит. А вообще, знаешь, Ло, знаешь, какая мысль у меня бьётся всё это время в уголке сознания? Как думаешь, что будет с Солусом? Если о нём и вправду ничего не знают, то кто же его починит-то тогда? Я же правильно понимаю, что его должны в такой ситуации забрать на диагностику? Куда он тогда... Кстати! А я про это тоже не подумал. Ушёл. Ох, так много вопросов. Теперь я не смогу спокойно поговорить с Николасом Вейном. Я... Я слишком взволнована. Может, отложим с ним встречу? О, нет-нет-нет-нет. Что я говорю? Нет, нельзя. Непонятно, когда его ещё можно будет подкараулить. Одного. В этот раз... Ло, запомни. В этот раз мы должны быть убедительны. Пойдём? Эээ... Ну да. Кстати, подожди, а ведь это реально хороший вопрос. Да. А куда ушёл Саймон Солус? Вот я тоже как-то... Мы же даже не знаем, где дом Саймона Солуса. Он всегда появляется из ниоткуда. Шэрон, я впервые, наверное, скажу, что это самый умный твой вопрос за всю историю. Ну, ладно, вообще, что у нас там? Николас Вейн? Да, пойдём. Как удобно. Так. Люблю теперь охотиться с ними. Ну, привет, Хрюшка. Ну что? Получается, на рыбалку? К причалу? Не беспокойся, если что, у меня есть его фото. Пойдём. О, супер, супер. А то я-то просто не знаю, как он выглядит. Вообще, очень странно, что Дилан тебе дал фото, а мне не дал. Мог бы и подумать, Дилан. А вот и тот самый причал. Николас Вейн. Да, да, это действительно он. Как знала, по зацелку. С чего начнём? Предложим порыбачить вместе или... Хотя нет, знаешь, сначала нужно выяснить, мироходец ли он. И не спугнуть этим. Иди сначала ты. Я... Я просто чуть позже подойду. Ну, опять же, чтобы не спугнуть количеством. Слушай, Шэрон, а когда ты так поумнела? Это ведь действительно хорошо. Так, погоди, слушай, давайте я сразу подарю кое-что. О, не знает даже, как благодарить тебя за это. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас ещё раз проверяем. Шэрон, 65%. Вообще вкусненько, вкусненько. Всё, в этот раз я могу не беспокоиться о том, что у нас нет доверия Шэрон. И здравствуйте, Николас Вейн. Жуспите, что ли? Бога ради. Николас! Кто здесь? Да? Да? Что такое? Чё ж вы так пугаете-то человека? И меня, и рыбу пугаете? Да, ой, простите, я не хотел. Рыбу тем более не хотел. А вы мироходец? Хотел узнать, можно ли с вами порыбачить? Мы зайдём аккуратно. Можно ли порыбачить? Да, а почему ж нельзя-то? Всё можно, конечно. Только на хлеб не лови. Им только уток приманишь. Подожди. Парень, а удочка-то твоя где? Или мы вдвоём будем на мою удочку ловить? Ох, блин. Давай, вот, возьми, пацан, попробуй. Ой, блин. А у меня ведь и правда нет удочки. О, байдарка! Прикольно. Чё, прям попробовать? Так, сейчас. Он смотрит, он смотрит. Я должен... Должен не ударить в грязь лицом. Сейчас выловим какой-нибудь сапог. Так. Погляди, какая неплохо. А говорят, что молодёжь сейчас ничем не интересуется. Думал, тебе помощь какая понадобится, а тут он как сам. Да, да, это я. Это я. Вы мироходец, кстати. Мне не помешала бы помощь. Вы ничего не знаете о путешествии между мирами. Отвратительное и то, и другое. Ну давай аккуратно. Вы ничего не знаете про путешествия между мирами. То есть, Шерон стоит. Ну, как это, не знаю, когда знаю его. Сам в своё время путешествовал между мирами. Нормально. Тебе это зачем, пацан? Ээээ... Так, Шерон, выручай меня. Жопа, 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 миры. Простите, что встреваю. Просто мы хотели попросить у вас помощи. Да? У нас никак не получается переместиться отсюда. Мы... Мы, честно говоря, уже всё перепробовали. Может, у нас какая-то проблема? Вы можете попробовать переместиться? Чё-то, блин. Вот это разговорчик. Ну, конечно могу. И чё? Что? Что за... Что за... Эй, ты видел это? У меня тоже не получилось. О, боже. Что же это такое сейчас? Ой-ой-ой. Да сколько эмулет получается? Если он уже старый, но при этом он мирохоюз. А лет подсот? Шутсот? Тысяча? Как так? Сколько они живут? Это... Ой... О, нет, нет, нет. Эй, эй. Вы в порядке, мистер? О, чёрт. Вызывай скорую срочно. Николас, вы... Вы можете идти? Давайте выйдем на дорогу, чтобы скорая могла подъехать. О, чёрт. А у всех будет... О, чёрт. А у всех будет такая реакция. Господи. Да, получается, мирохоццы даже не пробуют отсюда уйти. Вы поняли? Они даже не пробуют это сделать. Потому что им очень здесь нравится. Зачем? Блин. Я не должна была ему так говорить. Мне просто казалось, что... Всё хорошо. А сейчас... Удочка халявная! Кто что? А нам дали халявную удочку, получается. Нормально, нормально. Из-за меня. Я ужасный человек. Это полный провал, то, что я сделала. Дилан был прав. Гиблое. Это затея гиблая. Прости, я... Я, наверное, пойду. Мне нужно побыть одной. Блин. Кто же меня за язык дотянул? Только... Ну... Ну... Не, ну... Эм... Зато... Зато теперь мы можем, наверное, если ему станет лучше, поговорить как-то поподробнее. Я же надеюсь, что с Николасом всё в итоге окей, да? До этого у меня была лишь догадка. То есть я просто думал, что если Шерон не может, если я не могу, то и другие не могут. А теперь всё. Всё. Мы понимаем, что что-то здесь блокирует вспышку. Искру. Привет, инод. На денежку. Ух, блин. Полезно. Маш, где и ну-то. Погоди-ка. Ты ещё украл меня, что ли? Да зараза, я тебе даже не давал, ты просто украл. Ну ладно, вот, возьми ещё. Хотя я из этого тартар мог бы приготовить Дилану. Блин. Ааа, в жопу, в жопу. Пойдём отсюда. Сейчас, кстати, наверное, как раз нужно вернуться к Дилану. Нам нужен кампус. Чё? Новый приготовят. Можно пожарить что-то. Далее нам нужно дождаться, пока ларёк откроется. И положить пять баночек. Потому что выполнение заданий, это явно то, что мы не должны упускать. Вот, возьмите. Также напомню, что у нас есть какое-то очень простое задание. Принести один железный меч и один точильный камень. Железный меч это вообще не проблема, то есть я могу это сделать прямо сейчас. Железный меч. А вот точильный камень это не просто дерево. Это опять же камень. Камень у меня точно был. Вот он. Объединяем. Получаем. И сдаём буквально два квеста за одну минуту. Шикарно. Заработаем примерно две репутации и примерно 1500 ст. Деньги лишь минимум. О, ну наконец-то вернулся таки. А, Шерон мне уже написала, что вы провалились. Но я хочу узнать подробности. Ну, тогда проси, Шерон. Я не хочу ничего рассказывать. Да, да, да. Ты был прав. Мы были неправы. Ты же это хочешь услышать? А не подробности. Ну ладно, просто рассказать. Те, ну чё могу сказать. А я предупреждал. Если бы это было так просто, то кто-нибудь уже давно сбежал бы. Но все-всё ещё здесь. Хотя, знаешь, всё прошло всё равно не так уж и плохо, как могло бы. Шерон хорошо справилась с новостями. Уже прогресс. И мы больше не будем тратить время на мироходцев. Наконец-то. Если они так редки, как говорила Шерон, мы можем однозначно заявить, что все остальные, за кем следили, тоже мироходцы. Видимо, Ричард был единственным исключением. Но сейчас, знаешь, Ло, меня интересует немного другое. Что с Солусом-то в итоге? Шерон, ты прав, а? Его некому чинить. Ой, блин, возможно, это придётся делать мне. Не оставлять же собрата автоматона где-то в канаве, да? Попробуй написать ему. Ага. Кстати, в канаве нельзя оставлять Саймона Солуса. Это правда. Саймон, Саймон. Привет! Можем встретиться ещё раз? Так, может быть, он всё-таки, он просто иногда через несколько секунд начинает печатать. Давай, Саймон. Так, время у нас 17.40. Он мне не отвечает, Дилан, не отвечает. А, не поговорим? Ну, понятно. Мне очень нравится то, что мы начали получать какую-то форму ответов. Если раньше это были догадки с некими подтверждениями, то теперь это полноценный прямой ответ. Да или нет? Чёрное или белое? Тем не менее, получая все эти ответы, мы неустанно получаем другие вопросы. Так, глаз-алмаз. Я всё ещё хочу это прокачать. А у меня... Блин, а как прокачиваться-то? Типа, я вот хотел только что вложить очко умений. Понял, что у меня нет очка умений. И тут же понял, что прокачаться это тяжеловато. Ну, уже тяжело. Уровень большой, 51-й так. Фермы-то у меня больше нет. Но погоди-ка, у меня же есть отапливаемый чердак. Я могу создать ферму прям здесь. И, кстати, вот это локация. Точно! Мы сейчас вот это всё уберём. И далее засадим всё землёй. Да, я понимаю то, что это не такая уж и большая ферма. Это немного опыта. Но в наших реалиях, как будто любой опыт, это уже окей. Водичка, водичка. Мотыгой всё это быстро вскапываем. О, Шэрон. Шэрон печатает. Эй, Ло, ну что? Ты поговорил с Диланом? Ммм, я просто... Как думаешь, есть шанс, что он передумает и поможет нам найти кого-нибудь ещё? Ты чё, серьёзно? Ты только что ушла плакаться от того, что сделала ошибку, ну, по твоему мнению. И такая, о, найдём ещё кого-нибудь. Да, я уверен, мы легко его переубедим. Можешь попытаться переубедить, но я сомневаюсь. Я не думаю, что он согласится, прости. Он с самого начала сказал, что это последний. Да, это правда. Ммм, так я и думала. Может быть, он хотя бы просто даст мне доступ к этой базе? Я попробую поискать мироходцев сама? В любом случае, я не так часто участвую в ваших планах. Смогу заняться этим, когда вы будете чем-нибудь другим заняты. Так, подожди, а что у меня провалилось? Так, база, базу, сейчас Дилан, может быть, я его попрошу, но что за задание? Мироходцы. Автор Шерон. Что ж, оказалось, что убеждать людей, а уж тем более видавших виды мироходцев, очень непросто. Это была третья попытка. Надеюсь, у Шерон получится лучше. О, подожди, то есть я всё-таки могу попросить, да? О, Энди? О, ты! В этот раз я запомнил твое имя. Ло, да? Сегодня был офигенный мачо. Жаль, что вы всё пропустили. Это было легендарно. Ну, о каком матче, честно говоря, даже не имею понятия. Карл? О, Ло. Прикинь, у нас тоже пролили занятия. Даже для меня это как-то тяжеловато. Но, хотя ладно, я всё-таки рад. Из-за такой серьёзной подготовки наш университет и считает лучшим. Вот. Но что-то я всё равно устал. Чеду тоже увеличили нагрузку. Надеюсь, он справится с совмещением учёбы и работы. О, вообще всем увеличили. А Энди плевать, да? Он просто прогулял или что-то в этом духе? Футбольщик. Ну, самая жизнь, это футбол. Шерон не сдаётся, да? Может быть, я и правда покажу, и как следить за другими, и всё? С ней будет явно проще, если она почувствует тебя, типа, полезной. Кстати, а чё с Солусом? Он ответил? Нет, нет, нет. Вообще по нулям. Просто ничего. Хм, понятно. Видимо, нам и вправду придётся заняться его починкой. Ты же понимаешь, если уборщики найдут его раньше нас, то у нас будут серьёзные проблемы. Да, понимаю. Учитывая то, что никто не знает, что Саймон это робот. Почему не найти его сейчас? Идём прямо сейчас! А это не привлечёт слишком много внимания? А, так а почему не пойти искать его прямо сейчас? Та, ты чё, знаешь, где он живёт, что ли? Или куда он ушёл, например? А, ну, нет. Этого я уже не знаю. Ну вот, я так и думал. Я попробую придумать, как его найти. Но это может быть сложно. Об этом Саймоне и без этого было мало что известно. А теперь, когда мы знаем, что он автоматон, которого нет в базе, это вообще ничего не даёт. Прям тяжело, прям тяжело, да. Ладно, буду думать, буду думать. Ну, думай, думай. Так, Чет, а у тебя как? Увеличилась нагрузка? Совмещаешь с работой? Да вот стараюсь. Сегодня был очень сложный день. Ну, ничего-ничего. Я скоро адаптируюсь и привыкну. Вот пойму на свой, правильно. И никакое новое расписание мне в этом не помешает. Правильно. Я не смогу работать даже на парах, да? Правильно. Главное, чтобы Карл об этом не узнал. Ты не говори ему. Хорошо. О, господи. Блин, я бы, кстати, хотел посмотреть, что у тебя в этом сундуке. Там много всего, на самом деле, валяется. Но взламывать Чеда, когда Чед в комнате, это не самая умная идея. Время у нас, кстати, 20-20. И проверяем акции. Ну-ка. Пи***ь. 80. Это просто провал. Это отвал всей башки. Что это за акции вообще? Скажите мне, что это за акции? Что это за компания, которая проседает ежедневно? Ладно, надеюсь, что у тебя хотя бы есть хорошие новости. Привет. Какой-нибудь новый товар. Так, постер Я-код. Шкатулка. Подожди, шкатулка с драгоценностями. Может быть использована как хранилище для золотого кольца. Я, наверное, себе шапку все-таки куплю. Давно собирался. И да, я ее приобретаю. Разобретаю. Спасибо. Следовательно, теперь мы вместо очков надеваем и... Оооо, сюда! Хе-хе-хе-хе. В теплоте, да не в обиде, как говорится. Ну ладно, ладно, пока мне не так холодно. Это просто на будущее. Я уверен, вот прям на миллиарды процентов уверен, что эта шапка еще пригодится. Текущий баланс 3890 и до следующего списания 3500. Чердак. Ровно один день. Так, окей, раз уж мы на улице, делаем миску, соединяем с сырой говядиной, говяжий тартар получаем. Обратно в общежитие забегаем и... Привет, Карл! Тебе я даю костную муку. О, спасибо, Ло. Я очень ценю это. Пожалуйста, пожалуйста. А тебе, Дилан, говяжий тартар. Ооо, чувак, это круче, чем донат в моей любимой игре. И новое смс пришло. Чего? Уведомление о посылке. На ваше имя пришла посылка. Липовая арея строения 3, магазин Ларек. От кого? От Дилана. От Дилана? То есть, получается, почта приходит в тот момент, когда прокачивается какое-то отношение, верно? 70%. Да, то есть мы прокачали ровно до 70 и пришла сразу же посылка. Что за посылка? С Карлом у меня доверие 73, а вот Джена, Джена, это у нас волонтерские задания. Про них тоже не будем забывать, но, тем не менее, на этом будем постепенно заканчивать. Нет, опять посылку не увидим. Это не просто загадочная личность. Это личность, которая нужна. На самом деле, сколько всего интересного. Ну, это мы узнаем только в следующих сериях. Все как обычно, блин. Все как обычно. Так, всем счастья, здоровья, удачи, всю придачу. Всем пока.